Добрый день! Вы на канале вязания Тангелина и Азимок. И сегодня я хочу показать, что у меня получилось из заготовки. Если вы связали, как я, два квадрата, то что можно сделать? Можно связать длинные рукава, это получится кофточка. Можно связать вот такой вот рукав на широкой пройме, и он будет сужаться. Я покажу, почему и как. Можно связать резинку короче, длиннее. Это зависит от вашего желания, строения фигуры, количества, опять же, ниток. И связав всего-напросто два квадрата, дальше уже фантазию включаем в голову, включаем свое творчество, включаем какие-то свои наработки и превращаем из двух квадратов ту вещь, которую вам хотелось. Это может быть жилет, это может быть туника, это может быть кофточка. То есть вариантов множество. Самое главное, мы на прошлом видео мастер-классе освоили, как вяжутся наши квадраты. Связали два квадрата, объединили. Как я говорила, можно вообще делать, не делать вырез, а лодочкой связать. И просто плечи сшить, то есть тоже как вариант и модный, и простой. Вот, связана она, моя кофточка в модном стиле, да, квадратная. Сейчас многие любят такие свободные стили, чтобы не было облегания, а вот такая она широкая, одел на любую одежду и пошел. Почему нет? Такая кофточка тоже должна быть у нас в активе. Никаких расширений мы не делаем, мы вяжем просто ровно два квадрата, сшиваем по плечам и дальше фантазируем. Давайте посмотрим, как вяжется резинка. Как вяжется, я обвязывала горловину, я вам покажу. И надеюсь, что вам это тоже пригодится. Резиночка рельефная, достаточно интересная. Вяжется несложно, но всегда очень красиво смотрится. И обработка рачьим шагом, что в принципе тоже всегда смотрится красиво. Если вам понравится, то я думаю, надеюсь, вы будете применять эти техники в будущем, на своих работах. Итак, у нас есть с вами основа. Это два квадрата, которые еще не сшиты. И я хочу сшить их, смотрите, можно, если это будет традиционная кофточка, просто-напросто сшить на длину проймы. Я хочу сделать немножечко по-другому. То есть я отмерила маркером то место, которое я буду сшивать по бокам. А дальше вот все вот это пространство, большое, да, будет занимать резинка. То есть это будет очень интересная, красивая модель, очень модного направления. Вот, это, конечно, будет кофта-жилет, но красиво, интересно смотреться, не как всегда. Но для этого, для самого начала, нам необходимо связать два квадрата, сделать небольшой вырез. Можно, кстати, вырез не вывязывать, как я, а сделать лодочкой. То есть просто два квадрата. Шили по плечам. И теперь задача связать красивую резинку на большом расстоянии и красивую резинку снизу. Вот. Давайте попробуем, как я сшиваю, да. Бока. Можно сшить иголкой на самом деле, да. А можно сшить... Сейчас, секундочку. Нитку поправлю. А можно крючок взять, обозначить наш край, который нам необходима. Вот. И подхватывая обе стороны, я обычно столбик с этой стороны и столбик с другой стороны. И прошиваю столбиком без накида. Конечно, с изнаночной стороны, да. То есть вот таким способом я прошиваю сюда и плечи, и бока. То есть столбик с столбик. До маркера. Потом будем вязать резинку. Вот. Прошиваем до конца. Поворачиваем. Шовчик всегда хороший. Аккуратный. Сшили бока. И теперь с подмышки. Начинаем вязание резинки. Для чего? Сначала. Нам нужно связать один ряд. Три воздушные петли. Один ряд свяжем. Столбики с одним накидом. Между столбиками я набираю. Не столбик-столбик, а между столбиками. Первый ряд вяжем просто столбики с одним накидом. Чтобы потом можно было во втором ряду сделать красивую резинку. Рельефными столбиками. По всему периметру. Первый ряд просто столбики мы с вами провязали. Теперь смотрите. Для того, чтобы немножечко уменьшить резинку. Что я делаю. Первый столбик и второй. Вот я подхватываю. Рельефный лицевой столбик. И изнаночный столбик. Опять раз два столбика. Из двух столбиков я формирую один. Рельефный лицевой. А из столбика просто изнаночный. То есть мы сокращаем нашу резинку. Вот таким образом. То есть два рельефных. Если вы хотите просто вязать по периметру, ничего не убавляем. Просто вяжем тогда лицевая и изнаночная столбик за столбик. А если вы хотите немножко подобрать, тогда вяжем как я. Два столбика вместо... И двух столбиков делаем один. Если все следующее вязание у нас будет изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. И все будет уменьшаться. Потому что сами столбики рельефные. Они очень хорошо, красиво смотрятся. И уменьшают объем за счет плотности вязания. Также резинку можно уменьшить, если взять меньший крючок. У меня 2,75. Можно 2,5 взять. В самом конце. Вяжем резинку где-то рядов 5-6. То есть резинка должна быть такая хорошая. Вот таким образом выглядит мой рукав. Смотрите. Вот он очень хорошо сузился. Хотя я начинала с очень хорошего большого пространства. Как я вам рассказывала, я только один раз уменьшала. Я провязывала 2 столбика, где у нас были 2 петли. Там, где у нас был рельефный лицевой. И один столбик изнаночный. Больше я убавок не делала. Но за счет того, что рельефная резинка, она всегда делает уменьшение. Получается очень красивый такой вот рукав. Давайте немножко повяжем. Изнаночная, лицевая. Это рельефные столбики. Такие у нас получаются. Изнаночный, лицевой. Изнаночный, лицевой. Сужение происходит само по себе. И рельефный рельефный резинг всегда смотрится очень красиво. Вот. У нас идет завершение. И еще. Воздушную петлю делаем и идем в обратном направлении. Я очень часто делаю завершение рачьим шагом. Что такое рачий шаг? Это когда мы, смотрите, петлю заводим в обратную сторону. Идем слева направо. Тот же столбик без накида. В каждый столбик заводится. Вот у нас одна петля. Завели. Две петли провязали. Можно, в принципе, оставить и незавершенный. Можно связать столбики с накидом в обычную сторону, справа налево. А можно рачий шаг. Он всегда смотрится очень красиво. Вот. Так. Тут у меня ниточка. Не хочет, да? Вот. А если взять крючок поменьше, то можно немножко сделать еще меньше рукав. Но он у меня хорошо уменьшился. И уменьшать мне не нужно. Но если есть необходимость, можно вот так сделать. Вот таким рачьим шагом я часто заканчиваю и взрослые вещи, и детские вырезы, горловину, рукава. Очень хорошо смотрится. И вот такое у нас будет завершение. Таким узором я буду вязать и резинку еще внизу кофточки. Вот. То есть точно так же мы здесь будем набирать. Но убирать, убавлять я не буду. Я буду просто провязывать первый ряд. Мы вяжем столбики с одним накидом. И потом распределяем лицевой и изнаночный столбик. Ничего не убавляя. Для меня. Если вам нужно убавлять, значит убавляем. Вот. И теперь, после того, как мы свяжем, довяжем нашу красоту, вот, я покажу, как я обрабатываю горловину. И теперь у нас ворот, да. Ворот. Я обычно не люблю большие вырезы горловины. Всегда делаю маленькую. А вязку начинаю всегда делать с плечевого шва, чтобы не видно было особо. Вот. Тут наша задача. Так как у меня горловина, в принципе, небольшая, то и работы здесь будет мало. Я просто-напросто обвяжу столбиками без накида. Вот. Таким образом. Ничего сокращать особо не буду. То есть, в каждый столбик, между столбиками, я делаю столбик без накида. И потом обвяжу уродчим шагом, как я вам уже показывала. Вот. Больше особых я вязаний не делаю. Я всегда вяжу, как бы, поскромнее. Столбик без накида. И потом будет отчий шаг. Вот такая будет обвязка. Если вам нужно подсократить вязание, допустим, горловина получилась большая, тогда мы что делаем? Тогда можно между столбиками сделать. То есть, смотрите, если между столбиками, то будет не три столбика, а всего два. Раз, два. Вот. И в итоге идет сокращение небольшое. Если сокращать не надо, то в каждый столбик вяжем. И рачи шаг. Рачи шаг, помните, да? Петлю и возвращаемся. Петлю и возвращаемся. И горловина будет выглядеть аккуратно, красиво и завершенно. Я еще связала резинку в самом низу. Точно так же 10 рядов. Можно больше. Нужно обеять и смотреть, как вам нравится, как сидит по фигуре. И в итоге что у меня получилось? То есть у меня получилась вот такая достаточно тепленькая кофточка с такими спущными плечами. За счет того, что... Я ее, смотрите, не вывернула. За счет того, что мы связали широкую пройму. И потом на широкой пройме я связала резинку. И как бы получилось, что плечо такое спущенное. Здесь у нас тоже все сжалось. И такая получилась интересная модель. Она с одной стороны очень простая, с другой стороны достаточно интересно, современно смотрится. И не сложно вяжется. И в то же время вот такой интересный рукавчик у нас идет. Немножечко присборенная, но тоже хорошо смотрится. Предлагаю посмотреть, связать. Такую вот идейку сейчас на осень. Можно одеть на любую кофточку, на водолазку и на майку. И универсальная вещь. То ли это кофточка, то ли это жилет. Такая вот интересная. Связать чуть длиннее. Может быть это будет тоненькой связать больше резинку. Можно гораздо больше связать резинкой. Будет еще интереснее. А если вам идея понравилась, берем на вооружение. Схемы я не видела, но если начать вязать вместе со мной, вот квадраты, все время увеличивать, увеличивать. Я думаю, что разберется каждый из вас, каждый начинающий вязальщик. Тут не сложно. Давайте попробуем. Свяжем такую красоту, себя порадуем. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok